Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 24 мая, и вы слушаете и смотрите 17-й выпуск программы «Утренний соловей». В предшествующем, 16-м выпуске, я обещал вам рассказать о том, какой, с моей точки зрения, может выглядеть стратегия перемен, которую стоило бы осуществить в России. Вы прекрасно знаете, что стратегия – это поэтапно расписанный путь, направление и движение к каким-то вполне определенным и понятным целям. Каким целям, с моей точки зрения, надо двигаться? Это три цели. Первое – отставка президента и правительства, как не выполняющих свои базовые обязательства перед гражданами России. Второе – это распуск парламента и нижние и верхние палаты, поскольку парламент – это антиобщественный институт, который всеми своими действиями ухудшает и затрудняет жизнь граждан. И третья цель – это формирование правительства национального спасения. Как к этим целям прийти? Было бы, конечно, очень соблазнительно и просто, и было бы лучше всего, если бы нам с вами удалось бы добиться этих целей через голосование на выборах. Однако, к сожалению, изменить политический дизайн России и нашу с вами судьбу путем выборов нас с такой возможности лишили. Выборы и раньше выглядели профанацией, и выглядели и были профанацией, но как только стало понятно, это стало понятно в этом году, что общество неизбежно отворачивается от власти и готово на выборах проголосовать против нее, то выборы даже из формального института превратились фактически в голосование. Такой смысл поправок закона выборах – расширение, введение и расширение дистанционного голосования. Введение голосования через госуслуги, через почту в российских условиях. Не само по себе, а в российских условиях – это, конечно, откровенное издевательство над законом, над здравым смыслом, над моралью и над всеми нами, дорогие друзья. Таким образом, нам остается с вами только один путь. Это путь мирного, массового, гражданского сопротивления. Мирное, массовое гражданское сопротивление – это очень успешная стратегия, апробированная в мире, в том числе в последние десятилетия, в том числе и в странах с диктаторскими и авторитарными режимами. И эта стратегия, в общем-то, доказала свою эффективность. Стратегия – это абсолютно законно, и она основывается на конституционном принципе народного суверенитета. Я напомню, что согласно конституции, в том числе конституции Российской Федерации, в принципе, таково большинство конституций современных стран, народ является верховным источником, главным источником, прошу прощения, и носителем власти в стране. Так вот, будучи источником и носителем власти в стране, народ имеет право реализовывать свою власть непосредственно в любых вопросах или в любых приемлемых для народа, как носителя власти, формах. И уже естественно, и это записано тоже в конституции, народ имеет право собираться мирно, без оружия и, собираясь мирно, без оружия, выдвигать свои требования. Если же народу, те или иные властители или силы, злостно пытаются мешать в реализации его неотъемлемых, неотчуждаемых человеческих и гражданских прав, то в действие вступает норма ряда международных документов, в частности, Декларации прав человека. И эти документы признаны Российской Федерацией. Квот. Мирное гражданское сопротивление использует выборы как возможность. Оно, в принципе, сопротивление такое использует любую возможность. Но при этом, используя возможность, мирное и гражданское сопротивление не впадает, по словам Ленина, в болезнь парламентского кретинизма. Главное для нас, если мы встали на путь мирного и гражданского сопротивления, это достижение наших целей, тех трех целей, о которых я сказал несколькими минутами ранее. По-другому эти цели можно определить следующим образом. Кардинальное обновление власти во имя народа, в интересах народа и силами народа. Средства, методы и цели достижения этих целей могут меняться в зависимости от ситуации. Нам с вами повезло. Мы сейчас стоим перед уникальной возможностью мирных и кардинальных перемен. Такой возможности у нас с вами не было более 20 лет. Более того, я могу вам с уверенностью сказать, что уже до конца следующего, 2021 года, мы можем полностью добиться наших целей. Но движение к этим целям надо начинать сейчас, и это движение будет постепенным. Первый шаг с любой стратегией, в особенности политической стратегией, это вовлечение людей в процесс перемен. И это важно сделать, предложив людям мирные, безопасные и не энергозатратные для них способы политического и гражданского действия. По счастью, для нас такой способ есть. Этот способ нам предоставила сама власть, которая, с моей точки зрения, довольно глупо, очень хотела бы провести плебисит, касающийся поправок в Конституцию. Я очень хорошо знаю, что на сей счет идет дискуссия в обществе, в том числе среди оппозиции, высказываются разные точки зрения, и очень популярно мнение о том, что голосование не имеет смысла, ибо, мол, результат предопределен. Саму по себе я дискуссию поддерживаю, поскольку это политическая дискуссия, а их в России острый дефицит. Но я, тем не менее, имею другую точку зрения, которую я вам изложу. Я полагаю принципиально важным рассматривать вопрос об участии в плебиситии не с точки зрения интересов и намерений власти, а с точки зрения интересов и намерений нас, людей, желающих перемен. И тем самым вопрос о плебиситии должен стать частью нашей стратегии, стратегии перемен. Первое. Психологически очень важно совершить действие, то есть прийти и проголосовать очно или электронным образом. Я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что мир меняется только действием. Он никогда и нигде не менялся без действия. Все, чего мы с вами достигаем, достигается только путем действий. Не надо далеко ходить за примером. Вспомните умное голосование, которое принесло хоть ограниченные, но и позитивные результаты, особенно в Москве. Что это было? Это было действие, а не бездействие. Если вы ничего не делаете, то тем самым вы поддерживаете синдром той самой выученной беспомощности, на котором так настаивает власть, и который является главным инструментом власти в подчинении ей обществу. Да, власть шулер. Я абсолютно с этим согласен. Но для того, чтобы перевернуть стол, за которым этот шулер играет, чтобы поймать его за руку, надо как минимум за этот стол сесть, а не уходить с видом морального превосходства. Во-вторых, участие в плебисците – это прекрасная возможность для агитации и пропаганды. Надо подавать плебисцит не как поправки Конституции, что делает власть. Надо подавать плебисцит как плебисцит о теоретической возможности продления полномочий Путина еще на два срока. В общей сложности, отсчитываясь с 2020 года, это получается 18 лет. Таким образом, основной пропагандистский посыл. Вы хотите, чтобы это издевательство, которое мы сполна уже хлебнули, продолжалось еще 18 лет, чтобы ему подвергались наши дети, наши внуки и мы сами, чтобы нас грабили, чтобы нас унижали, чтобы нас считали за быдло, надо твердо сказать. Это уникальная возможность сказать публично «Ты надоел? Уходи! Хватит!» Третье. Плебисцит – это прекрасная возможность самоидентификации. Это чрезвычайно важно, когда мы начинаем с вами становиться на путь стратегических перемен. Люди должны чувствовать, что они не в одиночестве, что, может быть, их и не большинство, но их довольно много, что это, по крайней мере, заметное и ощутимое меньшинство. Поэтому можно использовать разного рода рамки, лозунги, я имею в виду рамки на аватарках, лозунги, публичное заявление о том, что я голосую против и призываю других проголосовать. Я прекрасно понимаю, что такой путь публичных заявлений и идентификации приемлемый для всех. Но он очень важен для того, чтобы мы видели друг друга, чтобы мы знали, что мы не находимся в одиночестве. И, пожалуйста, никогда не бойтесь того, когда вам скажут и будут повторять, ну что вы, народ же в большинстве против вас, он голосует за Путина, поверьте, всегда во все времена в бизнесе, в политике, в истории, все перемены осуществлялись только меньшинством и никак иначе. Но это меньшинство должно быть мотивированным и хотя бы относительно организованным. Самое важное, что нам надо понять, вот сейчас, в преддверии плебисцита, которые, видимо, будут проводиться, плебисцит и наше участие в нем, это лишь подготовка к ключевым событиям. Ключевым не только с точки зрения власти, а именно с нашей точки зрения, с точки зрения нашей стратегии мирного и кардинального обновления страны. И эти события начнут разворачиваться уже с осени этого 2020 года. И именно тогда придет время собираться мирно и без оружия и непосредственно реализовывать волю народа как источника власти, народа как носителя власти. У вас сейчас возникает и не может не возникнуть великое множество вопросов. Что, как, почему, как все это будет происходить, почему в эти сроки, и главное, стоит ли нам в этом участвовать, если мы не знаем, что в итоге получится. Какой должна быть та Россия, к которой мы должны стремиться? Я по мере сил, в том числе и в следующем выпуске, постараюсь вам ответить о том, как лично я вижу Россию будущего. Но, пожалуйста, поймите, задавая вопросы или думая о том, что вас беспокоит, что не на все вопросы и даже на многие из ваших вопросов в настоящее время нет и не может быть ответа. Я вам приведу буддистскую притчу. Это как раз будет такая культурная часть моего сегодняшнего выпуска. Это притча в пересказе известного немецкого драматурга Бертольда Брехта. Будда рассказал своим ученикам такую притчу. «Недавно я видел дом. Он горел. Крышу лизало пламя. Я подошел и заметил, что в доме еще были люди. Я вошел и крикнул, что крыша горит, призывая тем самым выходить скорее. Но люди, казалось, не торопились, расспрашивая, «Как там на улице? Найдется ли там другой дом? И еще что-то в этом роде?» Я ушел, не отвечая. «Такой человек сгорит, задавая вопросы», – подумал я. «Нечего советовать тем, у кого земля под ногами еще не так горяча, чтобы они были готовы обменять ее на любую другую». Я обращаюсь сейчас к тем, чей дом горит, к тем, кто чувствует, как ежедневно и ежечасно попирается человеческое достоинство, к тем, кто не готов считать себя быдлом, к тем, кто хочет нормальной жизни для себя, своих детей и внуков. Я обращаюсь к тем, кто готов встать на путь борьбы. Не важно, какую часть пути вы пройдете, но твердо знаете и не сомневайтесь, победа будет за нами. Спасибо за то, что вы были со мной, а я остаюсь с вами. Берегите себя, своих родных и близких. И до новой встречи.